Всем привет, ребята! Ещё раз я тут 15 минут что-то рассказывала, а камера всё время не снимала. Так вот, сегодня 30 декабря, а это значит то, что я улетаю домой, улетаю в Алмату. Если честно, я рада. Время в Астане пролетело очень быстро. Единственное, конечно, я очень буду скучать по парню. То, что сегодня 30, значит, что осталось всего лишь 3 дня, которые мы проведём вместе. Но если об этом не думать, то, конечно, домой уже хочется. Я вообще не выспалась, это, наверное, видно по моему лицу, как бы я не пыталась замаскировать с этим макияжем. Я ужасно хочу спать, потому что я проснулась в 10 утра, а уснула где-то в 6-7 утра, и сейчас 11.30. Всё это время я прибиралась, собирала вещи. Сейчас мне осталось собрать косметику, потому что я красилась, и осталось дождаться парня. Представляете, у меня первый раз в жизни такое, но мы успеваем буквально минута в минуту на рейс. То есть он должен в 12 приехать сюда, потому что сейчас он на работе. Он вообще встал в 9 утра и поехал на работу. Надеюсь, что он не задержится нигде, что нигде не будет пробок, и мы успеем вообще на рейс. Такие дела. Всё, мне осталось упаковать полностью чемодан. Чумодан. Мне осталось упаковать полностью чемодан, посмотреть, нужно ли ещё что-то прибрать. И ждать. Я не знаю, как сейчас передать моё состояние. Я просто уже красная, у меня наворачиваются слёзы, и есть полная вероятность того, что мы просто не успеем на рейс. Он должен был приехать в 12, сейчас 12.20, и он сказал, что приедет через полчаса, чтобы вы понимали, если мы выйдем из дома в час, то можно просто забыть о рейсе, мы никуда не успеем. И самое фиговое то, что на сегодня больше рейсов нет. И максимум, что мы сделаем, это улетим завтра. Это пипец. Потому что мои родители на сегодня собрались всей семьёй, так как прилетел мой брат из другого города, собрались всей семьёй поехать на одну базу отдыха, чтобы перед Новым годом отдохнуть. Я сейчас разговариваю с мамой, и я просто в шоке. Я вообще не понимаю, как так могло получиться, потому что мы идеально распланировали время, но он где-то задержался. Я тупо никак не могу исправить ситуацию, и есть абсолютная вероятность того, что мы просто можем за 5 минут не успеть, и всё. Сейчас 1.43, ой, 12.43, и мы должны, по идее, успеть. Если что, придётся себе оставить здесь мой чемодан. Ну так, если что, мы успели, ребята, ещё. Хоть мы и перенервничали, и особенно он понервничал, потому что я его заставила понервничать. Ну а так, в целом, всё отлично. Всё, ребята, мы на посадку. Ничего, ой, ничего. Всё, прошли, и идём. Капец, смеются сюда. И никуда мы не опоздали с тобой. Да, а я, короче, он злился на меня, потому что я ему не сперил, что мы опоздаем. Но мы не опоздали. Ну ладно, подумаешь тоже. Из новостей. По классике жанра с нами летит плачущий ребёнок, который начал плакать с самого начала, и пинающийся в дизайнер. Наш первый полёт не может ничего испортить. Даже плачущий ребёнок. Хотя, может быть, может. Капец, смотрите, горы видно. Господи, как тепло! Давно не была так счастлива. Итак, мы приехали на Батноте. Короче, мальчики, походу, этот вот контроль. Капец, я очень сильно хочу спать. Мы спали всего два часа. Сейчас мы на гольф-машинке поедем в ресторан. Что? Сейчас замёрзнешь. Пойдём сюда, постоись. Ладно. А приехали мы, собственно, на 8 узёрков. И, короче, я не знаю, рассказывал вам или нет, но у нас, типа, предновогодняя тусовка. Мы сюда приехали отдыхать. По сути, все сюда заехали ещё в 2 часа дня. Мы приехали в 5 часов вечера. Прямо со станы. Вот. Очень-очень холодно. И сейчас мы поедем в ресторан, потому что они уже взяли номера. Поэтому сначала нам нужно кушать. Мы уже приехали в такой ресторан. Они нас тут ждут. Я не знаю, что в 3 часов дня. Вязь Толикен точно про нашего Максима говорит. Мамулик, Ильнурчик, Тинка, папа, Кама. Этого нельзя показывать. Это мой брат ненормальный приехал. Так с виду приличный, да? Смотрите, какой. Не подпишен, да? Мы похожи, да? Напишите, если похожи. Вот мы, короче, кушаем. Покушаем, пойдём в сауну или в бассейн. Итак, мы успели сходить в наш номер. Я вам его потом чуть позже покажу. Вот эта карточка. Сейчас мы идём в термальный спа и в бассейн. Очень холодно. В общем, мы думали, что по территории надо ходить пешком. А оказывается, тут надо просто вызывать машину. Они будут за вами приезжать. Мы взяли Лианку. Мы сейчас правильно дойдём? Вроде вот. И вот. Сейчас я вам буду всё показывать. А ещё мы уже успели поругаться с моим братом. Для тех, кто знает, те знают, что у нас очень напряжённые отношения. И мы всё время ругаемся. Даже когда видимся раз в гос, и разругаемся. Так что мы побили, собственно, рекорд. Не продержались даже пяти минут в покое и сразу поругались. У нас тут такой дурдом происходит. Вы бы знали. Просто у нас так много, что это шок. А ещё Артур пришёл в женскую раздевалку. У меня, конечно, самый гламурный халат на свете. У меня уже всё. Макияж просто в минусе. Мы только что были в бассейне на улице. Я ещё позже вам его покажу. Там очень горячая вода. Я намочила голову, замёрзла. Мы пришли внутрь. Здесь внутри тоже вот такой бассейн. В основном дети. И вот там много разных бань. Вон, сауна русская, турецкая и химская, кажется. Сейчас пойдём туда. Я просто всё. Мой макияж ушёл, попрощался. У меня халат как у бабушки. Но на самом деле, кажется, это реально бабушкин халат. Так вот, мы сейчас идём на улицу, чтобы я могла вам показать уличный бассейн. Это моё сопровождение. Вот так вот это выглядит. Для тех, кто знает, это похоже на горячие источники. Я там была, когда была помладше. Но тут, в принципе, так же тепло очень. Короче, по кайфу. Прям водичка. Здесь, конечно, выходишь, прям мега холодно. Но терпимо. Ба бассейна. Ой, не жизненная сказка. Где-то здесь Алина, если вы её в дыму увидите, правда. Где-то она здесь. Вы её видите, не знаю. Ты знаешь, ты через раз появляешься, через раз у тебя дымок за этого. Мы вышли с этих, как это называется, термального спа, что-то такое. Очень холодно на улице. Мы такие распарены. Ещё голова мокрая. Вот, и мы сейчас идём в ресторан снова кушать. Этот великий молодой человек с Ляной на ручках. Она этот... Поворачивайся. Любит с ним на руках. Давай, Лян, прикрой его. А, ты на шею? Она на шею к нему села вообще. Весело там. Посмотрите, что за милашество. Он в моей шапке, потому что голова замёрзла. А Ляна на шее сидит. Эй, Ляна, посмотри на меня. Курица. Мы, по сути, уже пришли в ресторан со спа, но резко... Резко в голову пришла идея покататься на коньках. Здесь каток до 11 работает, но, кажется, прокат закрыт. Сейчас посмотрим. Если сможем, покатаемся. Тут просто адски красиво. О, наша идея обломлена. Дети. Хеллоу. А что, ладно, пойдём узнаем, может, он что-то. Не знаю, как так вышло, но у меня заблокировался телефон. В общем, сейчас я буду показывать вам номер. Дверь, ключик. Это типа, знаете, они как вот такие вот маленькие домики. Здесь по два номера в одном домике. Вот, они такие маленькие, уютные, капец. Сейчас я разуюсь. Мы и так тут 300 раз уже в обуви прошлись. Ой. Здесь шкаф, зеркало. Мне такая смешная, на пацана похожа. Это я что-то сама не видела. Здесь душ, туалет, раковина. Вообще, такой уютный домик, конечно. Здесь окошко, кровати. Тут уже мои вещи лежат. У меня чемодан в машине. Я, короче, всё, половину из чемодана засунула в сумку, то, что мне надо, и понесла в сумку. Ну, и здесь ещё мои вещи какие-то. Вот как-то так, в принципе. Капец, мне нравится. Ну, стало скучно. Мы, по идее, уже все разошлись по номерам. Я думала, мы будем спать. Но в итоге что-то стало скучно, и мы решили в 12 часов или сколько, час ночи выйти играть в прятки. И уже становится настолько скучно, что мы думаем стучаться в номера и говорить, что уборка номеров. Пока такая у нас накалит. Мы всё ещё не решили. Два пальца в лесине, оказывается. Да потому что этот. Мы всё ещё не решили, что нам нужно делать. Поэтому мы просто ходим на улице. А, чуметь, как холодно. Мы всё-таки куда-то пришли. И попали мы на каток. Без коньков, правда. Мне кажется, что сюда бегаем в ближайшее время. Но мы воспользуемся этой возможностей. Офигеть, тут скользко. И нас таких дебилов много. Смотрите, сколько ножек. Два, покатай меня. Мой брат держит мост. Нормально? А тут какая-то запрещённая зона. Ну, мы, конечно же, самые умные. Мы пойдём сюда. Вообще, по сути, это озеро. Я надеюсь, что оно не провалится под кем-нибудь из нас. Весело всем. А у нас медведи вот такие. Там пришла охрана. Ой, тут есть камера. Охранник добрый нам попался. Нам оборвали вечеринку. Мы пришли в ресторан. Мы не оставляем это место в покое. Мне кажется, больше сюда не пустят. Чёрный список на зону суток. Да, плюс у тебя шарфик чисто чингенский. А почему я вот... Всем привет, это Алина из будущего. Для самой же себя Алины из прошлой, которая снимала этот влог как последний влог 2020 года. И знаете, что я хочу вам сказать? Нам в конце было настолько весело. Мы просто сидели, болтали, а потом уже убитые никакие к утру пошли и все по номерам спать. Что я даже решила... Ну да, в принципе, а зачем-то прощаться в последнем влоге этого года. Так что я решила сделать это сейчас. Сегодня уже январь 2021 год на дворе. Я вот смотрю на себя в прошлом. Думаю, господи, как я выросла. Короче, спасибо, что смотрели этот влог. Напишите в комментарии, какие видео вы хотели бы видеть в этом году на моём канале. Потому что пока что моего вдохновения хватает на влоге. И, возможно, я бы хотела снять вам что-то разговорное. Короче, пишите свои идеи. И спасибо, что смотрели до конца. Я вас очень сильно люблю. И главное, помни, ты личность и ты уникальна. Любите себя, мои хорошие. И всем пока-пока. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok